друзья всем привет сегодня 24 августа продолжаю черенковать крупнолистную гортензию то есть это маточники которые сейчас отцветают частично я их уже обрезала на черенок и вот некоторые соцветия оставила для того чтобы посмотреть как они в итоге себя будут но в конце цветения вести сейчас пришло время как бы сейчас эти соцветия уже не нужны и я буду формировать дальше кустик свой и снимать на черенок черенки будут укореняться дома и сейчас укореняются те которые были сняты тоже дома вот смотрите была обрезка в пазухах проснулись почки прекрасно вот они себя чувствуют они уже уже они успеют за это время еще подрасти и заложить цветочную почку на следующий год то есть вот эти горшки у меня будут дальше стоять когда будут холода будут достаивать в теплице вот а потом будут убраны в хранилище в хранилище где будет небольшая плюсовая температура вот смотрите обрезку я делала на две-три пары почек вот по побегу видно вот первая пара почек тоже здесь почки проснувшиеся вторая пара почек и третья пара почек самая вот такая как говорится активная как которая проснулась лучше всех то есть вот эти еще только вот здесь вот набухли а это уже проснувшиеся это сорта ремонтантные то есть если вот это вот часть что-то с ней случается или она пойдет у меня на обрезку допустим весной на черенкование то вот это будут замещающие почки и они возьмут на себя роль почек цветения смотрите вот допустим то что осталось сейчас вот эти вот побеги вот здесь вот соцветия поднимала листья вот здесь в пазухах ничего не проснется поэтому это вот такие вот пустые листья делаю вот обрезку до следующей пары листьев вот здесь вот уже проснулись почки так вот делаю обрезку то есть вот это вот часть она ничего не даст пазухах ничего не проснется остается здесь на побеге ну там у самого основания конечно еще есть пара почек потом вот здесь и вот здесь то есть вот так я оставляю ниже не обрезаю дальше побег еще один здесь тоже раз два три вот здесь вот тоже скорее всего ничего не проснется тоже делаю низкую обрезку на две пары почек так и вот вот это соцветия смотрите самое интересное то есть здесь вот здесь вот пара почек проснувшиеся здесь пара почек проснувшиеся и третья пара почек то есть вот эту вот часть я могу взять спокойно начали ног то есть я вот здесь вот делаю обрезку смотрите и вот эту вот часть вот верхушку я обрежу листики подрежу то есть вот это на выброс здесь ничего не проснется а вот эту часть я возьму на черенок я сейчас обрежу вот эти большие листья укорочу их вот и здесь вот в пазухах уже проснулись побеги это у меня пойдет на черенок еще здесь вот есть один побег который выбивается вот он высокий вот этот вот победу он тоже здесь получается на три пары почек вот внизу вот здесь первая пара почек 2 и 3 то есть я хочу его так вот укоротить сейчас а верхушку взять на черенок то есть вот эту часть я возьму на черенок вот такой вот кустик у меня получается все старые такие вот листики вот и покажу их обрезала укоротила то есть вот те которые но портят как говорится внешний вид и особо не здесь не нужны их можно вот даже вот так напополам потом их полностью убрать но не полностью потом уже и сами в принципе отпадут вот видите да здесь пазухах уже начали просыпаться почки сейчас буду подкармливать эти гортензии подкармливать буду с большим содержанием получается калия это может быть монофосфат калия но я буду использовать еще дополнительно удобрения по листу по погоде то есть если погода будет не сильно холодная допустим до дневная я сейчас увеличу фосфор увеличу фосфор увеличу калий и будет самое минимальное содержание азота и буду эту подкормку листовую чередовать монофосфатом калия монофосфат калия буду подкармливать это будет корневая подкормка ну может быть один раз может быть два раза для того чтобы вот эти вот черенки начали вызревать вот то что осталось и вот эти вот почки чтобы они закладывали все таки именно цветочные почки все вот сейчас будет вот такая вот подкормка почему увеличиваю сейчас фосфор то есть это листовая подкормка у меня было 5 15 45 грубо говоря то есть фосфора не сильно много это было подкормка для цветения то сейчас будет фосфор еще увеличен именно для вызревания для закладывания цветочных почек и потому что сейчас уже идет низкая температура фосфор при низкой температуре усваивается плохо поэтому фосфор надо увеличивать дозировку